К вам идет иммунитет. В лесотехническом колледже вакцинируют учащихся. Очень хорошо и удобно тем, что к нам приезжают медработники. Что необходимо для укола здоровья. Петарды детям не игрушка. В преддверии праздников МЧС говорит о безопасности. При покупке обращайте внимание на срок годности. Какой риск таит пиротехника? Сошли с голубых экранов. Город посетила съемочная группа фильма «Киношники». Бобруйск принял. Просто замечательно. Какие эмоции у зрителей? А также. Квартирный вопрос, качественный отдых и денежный нюанс. С 1 июля Нового года вступят в силу изменения по выплатам пенсий и пособий на детей. В чем суть? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Елочные базары, акции, новогодний ассортимент. Торговые объекты готовы к праздникам. До конца года остается чуть меньше двух недель. Скоро жители поспешат в магазины отовариваться. Некоторые уже запасаются лакомствами. Для богатого стола покупателям предложен огромный ассортимент. Акцент на кондитерских изделиях, напитках, ингредиентах для традиционного оливье, копченостях, морепродуктах, икре. Ситуация на прилавках под контролем депутатов Палаты представителей Национального собрания и сотрудников Управления торговли. Каждый потребитель может найти свой товар по своей цене, по своему карману, скажем так. Что радует? На сегодняшний момент мы действительно видим тенденцию к тому, что наши товары нашего отечественного производителя размещаются в самых доступных и удобных для покупки местах. И это не может не радовать. Наконец-то наши товары, наша коммунарка любимая, наш бобруйский зефир лежит в доступности взять рукой. Сладостям особое внимание. Полки уже пестрят красочными упаковками, в том числе символом 2024-го – драконом. Всего будет выпущено почти 2,5 миллиона кондитерских изделий. Порядка ста наименований от 300 грамм до 3 килограмм. Стоимость вкусных подарков от 8 до 80 рублей в зависимости от веса и наполнения. От 15 и старше. МЧС в очередной раз напоминает о правилах безопасности при использовании пиротехники. Новогодние праздники не обходятся без таких атрибутов, как бенгальские огни, хлопушки, салюты и петарды. Чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо соблюдать правила безопасности. Не стоит отовариваться с рук или у сомнительных продавцов. У ответственных торговцев всегда есть сертификация на продукцию. Также категорически запрещено использовать такие изделия в нетрезвом состоянии. Приобретайте пиротехнику только в специализированных магазинах. При покупке обращайте внимание на срок годности, целостность упаковки и инструкцию. Она должна быть на русском либо белорусском языках. Помните, что продавать пиротехнику можно только лицам, достигших 15 лет. Запускать петарды или фейерверки нужно в свободном от людей и открытом пространстве. За использование пиротехники в общественных местах грозит административная ответственность. При несоблюдении правил высок риск травматизма, повреждения глаз, рук, а также ожоги разной степени тяжести. Натуральный экспорт, растущие потребности и прибыльный релакс. Отечественные санатории увеличили годовую выручку на четверть. Сколько заработали белорусские здравницы? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. С 1 июля Нового года вступят в силу изменения по выплатам пенсий и пособий на детей. В 2024-м белорусы смогут получать деньги только в банках. Выбрать финансовое учреждение можно самостоятельно. Нововведения не затронут жители сельской местности. Также доставкой будет заниматься Белпочта. Отечественные санатории увеличили годовую выручку на четверть. По итогам 2023-го она будет на 30% выше прошлогодней. Прогнозы специалистов предвещают объем в 1,5 миллиарда рублей. А количество отдохнувших превысит 1,5 миллиона человек. Ожидается, что в новогодние праздники здравницы будут заполнены на все 100%. За 11 месяцев текущего года торфяную продукцию из Беларуси экспортировали в более чем 20 стран. На внешние рынки поставлено 141 тысяча тонн сырья. В денежном выражении это свыше 11 миллионов долларов. Особое внимание уделено сотрудничеству с китайскими компаниями. Также ведется работа по выходу на восточное направление. В Беларуси за 11 месяцев построено свыше 35 тысяч новых квартир. Всего в эксплуатацию ввели более 3 миллионов квадратных метров площади. С использованием господдержки возведено почти 879 тысяч. Сельские населенные пункты также не обделили вниманием. Там создали условия для жизни на без малого 34% от общего ввода жилья по республике. Минэнерго Беларуси не исключает строительство второй АЭС. Первая станция совсем скоро будет обеспечивать 40% потребности страны в электроэнергии. Этот показатель может измениться, так как потребление растет с каждым днем. Необходимо прогнозировать, как будут развиваться электротранспорт, промышленность и другие отрасли. Здоровье дороже денег. В Бобруйске продолжается вакцинация населения. В лесотехническом колледже уже не в первый раз принимают медработников второй детской поликлиники. С начала кампании здесь привито уже порядка 200 ребят. Обязательное условие – письменное согласие родителей. Только тогда специалисты проводят обязательный осмотр и делают укол здоровья. Прививают от гриппа инактивированной вакциной. Очень хорошо и удобно тем, что к нам приезжают медработники для того, чтобы учащиеся нашего колледжа не стояли в очередях в поликлинике и тем, что здесь быстро и функционально. Плановые прививки, которые детям по возрасту, они проводят по месту жительства в поликлинике. Сюда мы выезжаем бригадой в составе врача, в составе медсестра, старшая медсестра отделения и фельдшер, который в данном учреждении пополняет свои функции. Компания, напомним, продлена до конца года. После прививки для формирования иммунитета необходимо три недели. Поэтому, если позаботиться о своем здоровье сейчас, то к моменту атаки вирусов организм уже будет готов дать ответный удар. Специалисты прогнозируют пик заболеваемости с января по март 2024. В каждом уголке Синеокой прошел премьерный показ художественного фильма «Киношники» национальной киностудии «Беларусьфильм». Представить картину приехала съемочная команда. Елизавета Липеева не пропустила выход в свет. Подарок столетию белорусского кинематографа. Дебютный полнометражный фильм режиссера Кирилла Халецкого «Киношники» произвел фурор. Картина открыла 29-й Минский международный кинофестиваль «Листопад» и завоевала не только зрительскую любовь, но и награду за искренность и жизнерадостность в номинации «Кино молодых», а также специальный приз Мингорсполкома. А когда же стал вопрос, про что снимать кино, мы с моим соавтором Константином Бакулиным начали обсуждать темы, и вот именно идея киношников, она пришла в голову мне, потому что я уже около 4-5 лет в этой сфере что-то где-то видел, и мне вся эта вот закулисная жизнь кажется очень интересной, она такая магическая, она закрытая, что же там по ту сторону экрана. В Бобруйский в мир кино зрители погружаются вместе с автором и актером картины. Комедийная история «Киношники» рассказывает о творческом пути молодого режиссера Николая, который вопреки всем трудностям стремится к мечте. Для Станислава Пекарского главная роль – дебют. Я рад, что моя работа под бдительным руководством и чутким Кирилла принесла такие замечательные плоды. Это какие-то непередаваемые ощущения, то есть это, да, это дебют, это большая ответственность, и то, как люди принимают, Бобруйск принял просто замечательно. Мне девочка резиночку подарила, посмотрите, какую розовую, прекрасную, а это что-то стоит. Много кто говорит, что режиссеры снимают кино про себя. И я вообще не исключение. Я так и говорю. Я прям в лоб снял кино сам про себя. Про свои первые шаги и про киностудию. Хотелось показать, с чего же начать, как придумать сценарий, как собрать группу, какие могут быть подводные камни. Режиссер буквально создает путеводитель во вселенную искусства. После просмотра фильма «Творческий диалог». Когда говорят на простом языке, о самом важном это цепляет. Вот и бобруйчане не остаются равнодушными. В адрес талантливых гостей бесконечный поток вопросов и теплые слова благодарности. Вдохновляющий, очень веселый, простой, легкий. Очень понравился. Всем рекомендую посмотреть, просмотру. Это прекрасный дебют для режиссера. Это хороший вклад в белорусское кино. Крутые, что вообще сюда приехали, что они нашли возможность. И не такие, какие есть разные артисты, которые хотят от своих фанатов подальше. Ну, вообще, они очень ваушные ребята. Мне очень понравилось в этом фильме то, что было множество отсылок на классический синематограф. Своей профессией отдается человеку, который любит ее. Все сделано с душой, с сердцем. 95 человек съемочной команды, 24 профессиональных дебюта. Снята картина за 21 день, смонтирована за 9. В киношниках большое количество отсылок к мировому кинематографу. В изобилии рассуждения о природе искусства. И это только начало. Мы где-то до марта, до апреля, мы посмотрим статистику по нашему фильму. Рейтинги, отзывы зрителей, сборы. И поймем, нужно ли снимать продолжение. У зрителей уже есть такая возможность подать заявку. Проверяйте свои кинозалы. Там есть все, что нужно, чтобы это сделать. Команда киношников дарит уникальный шанс стать частью продолжения фильма. В роли зрителя, ассистента, музыканта, сценариста и даже актера. Чтобы поверить в свои силы, достаточно просто посмотреть картину. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Сумма развлечений. Налоговая инспекция напоминает о необходимости уплаты пошлин для тех, кто надевает сказочный костюм. Новогодние праздники – возможность дополнительного заработка для предприимчивых граждан. Образы Деда Мороза и Снегурочки становятся актуальнее с каждым днем. Для осуществления развлекательной деятельности не нужно регистрироваться как индивидуальный предприниматель. Достаточно уведомить соответствующие органы и оплатить сбор. Сумма, которую нужно внести, зависит от города. В Могилеве ставка 478 рублей. В Бобруйске – 404. В уведомлении указывается вид деятельности, период осуществления деятельности и место, где будет осуществляться эта деятельность. Также необходимо знать, что физическое лицо должно осуществлять эту деятельность самостоятельно, без привлечения иных физических лиц. Тем, кто решит обойти закон стороной, грозит штраф. Более подробную информацию предоставят налоговой по месту жительства или в контакт-центре МНС по телефону 189. Сразу после нас сирена, моя коллега Кристина Ариян с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!